Всем привет дорогие друзья! И сегодня мы находимся в одном из самых больших ошанов города Москвы в торговом центре Тройка, который находится в Красносельском районе рядом прям с третьим транспортным кольцом До Нового года осталось совсем ничего и люди делают последние закупки и мы с вами пойдем посмотрим, а что же с яйцами в стране в частности в Москве и в отдельном выделенном Ашане посмотрим какие цены на яйца потому что правительство уверяет, что у них с яйцами все хорошо ну а мы посмотрим как с яйцами у населения страны и Москвы ну и вот идем в Ашан и будем сейчас искать яйца я совсем недавно брал в пятерке десяток яиц за 134 рубля затем через 7 дней уже эти же яйца небольшие по размеру и вот такой я не знаю там С1, С2 не различаю я их по категориям уже через неделю брал буквально вчера 150 рублей эти уже яйца плюс 16 рублей за 6 дней за 6 дней, да ну и вот сейчас мы посмотрим какая обстановка в Ашане с яйцами как говорил президент, когда спросил у министра сельского хозяйства как у вас дела обстоят с яйцами он просто ответил у него с яйцами все великолепно а он сказал, вот у населения страны не очень так что посмотрим, поправил ли министр сельского хозяйства проблему с яйцами у населения ну и идем искать ну вот пока идем за яйцами посмотрим цену вот морские гады, например услица живая тихоокеанская 224 рубля стоит услица живая ромаринка ромаринка, ромаринка, не знаю как правильно 126 рублей и услица финдеклер вот такая услица 302 рубля ну здесь вот рыба охлажденная корюшка 710 рублей камбала 417 ментай 200 рублей 199,99 ну осьминог как такой осьминог 989 рублей толстолобик 249 рублей треска почему-то один хвостик 511 рублей ну вот здесь более красивая рыбка такая вот только выкладывают ее что у нас здесь форель радужная 499 рублей было 799 за килограмм вот такая форель так заглянем жабры ну жабры более-менее форель так здесь сибас 869 рублей дорада подешевела говорите а сколько она была обычно она не меньше 500 да вот здесь было 779 сейчас может срок годности подходит ну это все рыбы ее нужно это ну вообще дорога вкусная я смотрю ну вот вы знаете подешевела вот пойдем яйца искать сейчас с яйцами у всех проблема мы сейчас посмотрим какая цена 150 я вот в пятерке брал вчера 150 ну посмотрим сейчас так филапия филе 460 рублей а это что форель радужная вот это филе видите мы там видели свековые тушки а здесь 1049 рублей тут щука 415 рублей ну и бошки отсеченные 129 рублей тут разные похоже не это голова форели напомню до нового года осталось совсем ничего 4 дня или 5 так ну и вот икра у нас правительство уверяют что икра подешевела ну вот смотрите сами икра зернистая стерляди вот так за стекло ну вот можно открыть даже посмотреть икра лососевая 279 рублей ну подешевела вода да а здесь вот вот икра тоже горбуши икра жуча икра нерки ну я бы не сказал что выбор прям такой большой вот икра горбуши смотрите вот так она выглядит 1799 рублей за килограмм ну что я хочу сказать такого ажиотажа вообще на кассах нет ну сейчас конечно плейс маркет и вот эти все можно заказать еду на дом и продукты на дом ну ашан всегда был типа народным магазином как и пятерка поэтому мы здесь с вами сейчас и смотрим пойдемте искать яйца посмотрим я еще не дошел до них ну вот я иду спросил у служащей магазина рабочей магазина она мне хотела показать и женщина подошла говорит яиц нету странно ну сейчас посмотрим хотя бы прилавок где они должны быть долго я искал ходил мне говорили вот тут тут и посмотрите маленький прилавочек яиц вообще они должны были быть по 112 рублей за десяток ну сами видите коробки пустые только перепелиное яйцо одна штука 70 рублей вот такие и вот он этот прилавочек хокское яйцо должно было быть но здесь один вид всегда было полно яиц и вот они вот битые одни остались все разгребли напомню сегодня 27 декабря до нового года осталось 4 дня прилавочек прилавки пустые одни перепелиные так что с яйцами у народа не очень хорошо золотые да звенящие так что дорогие друзья вот такая ситуация в Ашане 27 декабря яиц нет вот такой вообще маленький прилавочек все подходят и удивляются новый год оливье оливье под угрозой ну не знаю может быть были и всплыли все пусто вот такая ситуация с яйцами а что яйца будут еще нет все разъели да и что быстро разбирают да а вот неделю сколько триняек не было вообще не было а с утра были сегодня и моментально мухой да вот вместо яиц будем есть это что такое мандарины пить они пожеванные чьи турецкие да вот султан нас не забывает подгоняет нам эрдоган ну а яиц нет дорогие друзья три дня вообще не было ничего вот сказал грузчик так что переходим на перепелиные все яиц проблема у народа с яйцами путин же сказал как у вас с яйцами вот только перепелиные вот такие от таких дети не рождаются наверное так что все подходят к яйцам яиц перешлют да с азербайджана уже шлют но что-то нету турецкие говорят будет скоро турки нам помогут вот он этот прилавок еще раз покажу народ подходит ну и правильно раз нет яиц говорят холестерина много переходим вот на подножный корм на мандарины лимоны узбекские 179 рублей но красиво вот мандарины с кисточками смотрите 199 рублей мандарин турецкий 170 рублей фасованные ну вот этих вид поприятнее чем вот на развес были апельсины по 179 так что цитрусовых завались ну вот в связи с актуальностью куриные продукции посмотрим вот филе бедра куриное 475 рублей ну что хочу сказать курица пока еще есть ну опять же петеленка только петеленка ну вот петруха медальоны медальоны с филе грудки голень куриная ну в принципе есть филе петеленка с новым годом поздравляют это вот уже другая фирма гулин кулиная халяль так крылышки я вот люблю крылышки крыло плечевая часть ну смотрите 340 рублей было стало 270 это вот другой фирмы это что у нас крыло плечевая часть подешевле чуть-чуть ну в принципе вот с куриным мясом вроде проблем нет пока вот это все прилавок куриные куриное мясо и субпродукты вот внизу грудка цыпленка бровер каждый день 329 рублей за килограмм павловская курочка ну вот так ну в общем и целом колбасы завались у меня была цель показать вот именно что с яйцами ну и как вы сами увидели что результат не впечатляет куриного яйца в наличии по крайней мере вот сегодня 27 декабря за 4 дня до нового года нет так что салат оливье может быть под угрозой яйца в майонезе яйца с красной икрой тоже под угрозой ну я думаю поправят обещают что после нового года почему-то должны цены упасть сейчас я вот вам привел пример покупал неделю назад в пятерке за 134 рубля килограмм ой десяток вчера вчера я покупал десяток 150 рублей пока только все растет и пошли первые поставки с Азербайджана вот грузчик в магазине сказал что скоро султан дорогой любимый эрдоган да с некоторыми поставить нам тоже какую-то партию но на совещании вот президент Путин подшутил попросил Лукашенко поставить немного яиц не жадничать но не горит желанием батька пока поставить в Россию партию яиц потому что прекрасно понимаешь что кризис он с яйцами он как снежный ком нарастал нарастал и может в любой момент обрушить цены и рынок в Белоруссии поэтому батька о белорусах заботится и предупредительно пока ждет ну хотя всего-то прошло нет ничего посмотрим как будет ну а я вас поздравляю всех с наступающим Новым Годом побольше вам яиц на столе вкусных и не болейте здоровья всем и всего самого наилучшего